Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Без клише. Председатель Бобруйского гуру исполкома встретился с молодыми специалистами. Игорю Николаевичу удалось создать комфортную атмосферу для всех. Что заботит вчерашних студентов? Отвечать придется рублем. Автомобилисты с 1 декабря обязаны перейти на зимнюю резину. Откажитесь от рискованных маневров и избегайте резких торможений. Экономия или жизнь? Как сказки, в Бобруйске полным ходом идет подготовка к Новому году. На 90% уже готовы к запуску иллюминации. Где появилась фотозона. А также бесплатная консультация, безвозмездное донорство и сладкое предприятие. В стране откроют импортозамещающее производство по переработке какао-бобов. Когда можно будет попробовать отечественный шоколад. Арендное жилье, льготный кредит и творческая реализация. Председатель Бобруйска, Горисполкома встретился с молодыми специалистами. Игорь Кисель провел открытую и честную беседу. Отвечал на вопросы, задавал свои. Здесь же выступили спикеры из разных сфер и подняли самые важные темы, которые интересуют вчерашних студентов. К примеру, ребятам рассказали, что срок службы в армии засчитывается как отработка, в том числе и по контракту. Что касается льгот, Беларусьбанк готов предоставить кредитные 5 лет на товары белорусского производства в первой необходимости. Также есть возможность построить жилье. Мы хотели знать, как они живут, как они обустроились в нашем городе, как они работают на наших предприятиях и что их самое главное волнует. Очень тепло и уютно. Как-то так Игорю Николаевичу удалось создать комфортную атмосферу для всех. Присутствовало достаточное количество шуток, что разбавляло атмосферу. И ответы на вопросы, которые интересовали всех находящихся молодых специалистов в зале. Главное, на чем председатель акцентировал внимание, условия проживания. Ребятам готовы предоставить арендное жилье, в том числе в новых домах, на самых выгодных условиях. В этом году в Бобруйск прибыло 600 молодых специалистов. Больше трети из них с разных уголков страны. Это педагоги, медики, инженеры и экономисты. Вопрос не денег, а жизни. Автомобилисты к 1 декабря обязаны переобуть свое авто. За нарушение грозит штраф до 32 рублей. За повторные – до 160. Кроме того, зимние шины необходимо установить на всех колесах. Резина с большим износом запрещена. Управление таким транспортом может выйти из-под контроля. Инспекторы учитывают не только специальную маркировку, но и высоту протектора. Она должна быть не меньше 4 мм. Недостаточно подготовить к зимним условиям только автомобиль. Следует и самим перестроиться на зимний стиль вождения. Выбирайте безопасную скорость. Увеличивайте интервал и дистанцию между транспортными средствами. Откажитесь от рискованных маневров и избегайте резких торможений. В Белтехосмотре до 1 марта также будет проверять наличие зимней резины для получения допуска. К слову, на некоторых станциях предоставляют услуги и шиномонтажа. Гололед, между тем, уже преподнес немало сюрпризов для автовладельцев. По стране за последние дни зафиксированы десятки ДТП. Чаще всего причина – скользкая дорога. Экономический прогноз, продуктовый запас и добровольная помощь. В стране проходит акция по безвозмездному донорству, как простые белорусы спасают жизни. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Минэкономики озвучила прогнозы социально-экономического развития страны на 2023. Весомый вклад по-прежнему вносит промышленность. Прирост наблюдается ежемесячно. Увеличатся и реальные доходы населения. Дополнительно около 3 миллиардов рублей пойдут в фонд оплаты труда. Более двух направят бюджетникам. Формирование стаб-фондов практически завершилось. В этом году объемы запасов увеличены в 3,5 раза. Строгий регламент закладки по каждому виду овощей. Вопрос с охранностью урожая на особом контроле. КГК проводит проверки во всех регионах. К работе подключились профсоюзы, МАРТ и Минсельхозпрод. Нотариусы бесплатно проконсультируют всех желающих 2 декабря. В республиканской благотворительной акции примут участие все нотариальные конторы и бюро страны. Жители и гости Беларуси смогут задать вопросы об оформлении наследственных прав, составлении завещаний, брачных договоров. Обратиться можно лично, по телефону или через мессенджеры. В стране проходит акция по безвозмездному донорству, которая посвящена 90-летию службы крови. Внести вклад и тем самым спасти чудо-жизнь может каждый здоровый беларус. Добровольцам предусмотрены выплаты, а также увеличение отпуска и дополнительный выходной. Ежегодно около 100 тысяч человек таким способом протягивают руку помощи. В Беларуси создадут новое импортозамещающее производство по переработке какао-бобов. Предприятие полного цикла с инновационным оборудованием запустят на коммунарке. Общий объем инвестиций – 46 миллионов евро. Первые результаты ожидают через три года. Новинка позволит увеличить экспортный потенциал. Три звезды. В Бобруйске активно развивается туризм. Наиболее востребованное направление – лечебно-здоровительное, религиозное, деловое, культурно-познавательное. Только в прошлом году город посетили свыше 26 тысяч человек. Каждый пятый – иностранец. Как встречает гостей самый современный гостиничный комплекс «Отель Турист». Гостиничный комплекс «Турист» – визитная карточка Бобруйска. Он первый в Могилевской области по праву удостоен трех звезд. Сюда приезжают гости со всего мира. География посетителей – более 40 стран. Из них 80% – россияне. Минувший год для отеля был успешным. По финансово-экономическим показателям занял первое место. Темп рост выручки по сравнению с 2021 годом составил 105%. Рентабельность продаж 2021 года – 3,7%. В 2022 году – 8%. Много сделано и модернизация, и улучшение материально-технической базы, проведение капитальных ремонтов как в ресторане, так и на номерном фонде. Отель предлагает 154 номера разных категорий – от стандартных одноместных до трехкомнатных апартаментов. Каждая деталь интерьера подобрана с особой тщательностью. Великолепно продуманная рабочая и обеденная зона. Здесь есть все для полноценного отдыха и плодотворной работы. К услугам гостей – кондиционер, кабельное телевидение, прямая международная телефонная линия, Wi-Fi, сейф, фен и многое другое. Номер в отеле комфортный и уютный. Здесь можно воспользоваться услугами рум-сервиса и заказать еду или напитки прямо в апартаменты. Это быстро, удобно и, главное, вкусно. Услуга доступна с полудня до 10 вечера. Варстейк из лосося с овощами на гриле. Развитая инфраструктура отеля отвечает всем требованиям современного бизнеса. Конференц-зал и комната переговоров оснащены по последнему слову техники. Тут проходят форумы, пресс-конференции, презентации и семинары. Гордость гостиницы – изысканный банкетный зал на 120 человек. На днях его кардинально обновили. Ресторан – сочетание классики кулинарного искусства, уютного интерьера и живой музыки. Наш отель предлагает нашим гостям шведский стол. Это комплимент. Также в зале ресторана мы предлагаем гостям широчайший выбор холодных и горячих закусок. Меню постоянно обновляется. Сейчас буквально с первых чисел декабря мы вводим абсолютно новое меню. Любой посетитель может найти что-то для себя. Отель предлагает своим гостям широчайший перечень дополнительных услуг и разнообразных возможностей для отдыха. Боулинг, бильярд, тренажерный зал, финские сауны, смотровую и летнюю площадку ресторана. Спа-салон с медицинской лицензией. Здесь можно пройти комплекс оздоровительных, тонизирующих, расслабляющих и омолаживающих процедур. Оборудование самое современное. Мотель «Турист» может предложить новогоднюю насыщенную театральную программу. Новогодняя ночь – это фейерверк, новогоднее меню и корпоративное меню. На новогоднюю ночь у нас уже бронируются активно россияне, итальянцы, чехи, которые отдыхали у нас в прошлом году. Им очень понравилось, они к нам вернулись. Увлекательно провести время и ознакомиться с достопримечательностями помогают специалисты туристического отдела. Пешие прогулки, обзорные экскурсии, медицинские и спортивные туры. Список постоянно обновляется. Сейчас разрабатывается новый маршрут «Шалом, мой друг» с живой еврейской музыкой, дегустацией национальных блюд и мастер-классами. Только в прошлом году Бобруйск посетили более 26 тысяч человек. Каждый пятый – иностранец. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. Опасный гололед. В стране за неделю зафиксировано свыше 2800 травм. 640 приходится на детей. Больше всего пострадавших в Гомельской и Минской областях. В Могилевской зарегистрированы 437 пациентов. На больничной койке 38 человек. В целом госпитализированы 259 белорусов. Остальные получили амбулаторную помощь. Если падения не удалось избежать, травматологи советуют попытаться сгруппироваться. Падать на бок, нельзя приземляться на прямые руки, ноги лучше слегка согнуть. Мы готовы оказать помощь. У нас есть все необходимое, которое надо. Все операции видим, мы выполняем, производим. Мы приложим все усилия, скажем так. Но людям просто обращение такое, что будьте сердительны. Вы часто можете избежать этой травмы. Особенно осторожными нужно быть на ступеньках подъезда, в подземных переходах и остановках общественного транспорта. На зиму стоит покупать удобную, нескользящую обувь. Сказка только начинается. В Бавруйске полным ходом идет подготовка к Новому году. На площади Ленина уже залили каток и собирают главную елку. Высота праздничного символа больше 28 метров. Тем временем сотрудники ТАИМа делают уникальную фигуру из металла и украшают территорию. Что нового придумали на этот раз, расскажет Ольга Васинда. Экспериментальная группа ТАИМа уже несколько недель работает над новогодними чертежами. Здесь создают металлические фигуры, которые вскоре засияют светодиодными огнями. Эти конструкции украсят площадь Ленина территорию возле Дворца искусств, парк культуры и отдыха. Остались последние штрихи. В голове картинку держать, представлять, что ты делаешь и как это сделать. Когда распад лещ и не спится, думать вот об этом. Может, как внук еще кому-то покажет, что вот дед делал. В этом году новогоднюю инсталляцию ТАИМа пополнят зодиакальные часы, кролики – символ 2023-го и логотип предприятия. Сейчас электромонтеры вешают гирлянды. Разноцветные светлячки загорятся уже в декабре. На данный момент мы, можно сказать, на 90% уже готовы к запуску иллюминаций. Совместными усилиями электроучастка, конструкторов, талантливых сварщиков мы добиваемся вот таких вот конструкций и намерены дальше развиваться в этом направлении и с каждым годом радовать все больше и больше жителей нашего города. На площади Ленина залили каток. Коробка разместилась прямо у главной елки. Размер – 30 на 17 метров. Ограждение смонтировали сотрудники ДЭПа. Здесь же откроют пункт проката коньков. Рядом с универмагом установлена и новогодняя фотозона. Госэнергогазнадзор рекомендует жителям города Бобруйска при украшении, значит, к новогодним и рождественским праздникам своих жилищ, там, дворов, балконов, окон, квартир, использовать гирлянды напряжением не выше 42 вольт. Значит, при использовании гирлянд напряжением 220 вольт применять устройство защитного отключения. Декабрь еще не начался, а вечером уже зажигаются сотни огоньков. Совсем скоро их станет в разы больше. Город превращается в настоящую сказку. В этом году бобруйчан ждут сюрпризы. А пока их готовят, можно создать новогоднее настроение самим. Украсить дом, есть мандарины и смотреть рождественские фильмы. Ольга Васенда, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариян с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»